И будь мне грешного, создав имя Господи, помилуй меня. Мещеславец ты грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй, Отец Небесный. Во имя Иисуса Христа, распятого за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания, благослови эту беседу, чтобы мы делились тем сокровищем, которое ты дал нам. Сохрани нас от заблуждения, чтобы мысли наши не уклонились ни налево, ни направо, но все сверяли со Словом Твоим, ибо Слово Твое говорит через порок Исаию, что если мы говорим не по Слову Твоему, то нет в том света. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я подстану, чтобы видно было здесь, потому что на всех не угодишь. Одни говорят, а почему спиной к алтарю, это у нас церковь, крестопатриженская община, как в частном доме мы молимся. Мы принадлежим к тем, которые признают благодатность московской патриархии. Не всем нравится то, что мы говорим, но пусть они сверяют то, что от нас слышат по Слову Божию. Господь позволил мне издать не одну книгу, а вышло из печати 38 книг. Есть такая серия у меня книг из них, «Открытым оком» называется. 33 книги. Каждая книга по 752 страницы. Ну, это все выставлено в интернете. Я покажу сейчас. Это называется наш сайт к истине1.народ.ру А вверху в этом сайте написано «Православный форум Игнатия Лапкина». В него только один щелчок, и вы уже на форуме. Потому что это не простой форум, он называется «Во свете Библии». И сайт «Во свете Библии». Чтобы было понятно, что это не простое, а там много всего сказано. Даже вот мне в сегодняшнюю беседу попросили рассказать о табакокурении. Кто заказал эту тему, я не знаю. Но по тону речи видно, что занимается с детьми и хороший человек. А я много вел занятия. Тоже по заказу темы были. Это краевое УВД, края, городское УВД. Я во всех отделах милиции, в пяти университетах вел занятия. И в университетах, в одном только техническом, там 21 тысяча студентов, в свагода так могли приходить, даже не факультативно. О том, как нужно понимать Библию. Называлось «Изучение священного писания по толкованию святых отцов церкви». И вот о табакокурении у меня там очень много сказано на форуме и на сайте. Я некоторые данные здесь могу даже сказать. Я пишу стихотворение. У меня написано 3467 стихотворений. А не по 9 куплетов четырехстрочных. И вот сколько там упоминается о табаке. Что говорится, курение страшнее пьянства. Некоторые даже не понимают, а почему. В дальнейшем мы объясним. Страшнее табака только скверное слово матерщины. 44 раза я упоминаю о табаке. А вообще-то в своих книгах у меня говорится 222 раза. Но 222 это что-то. И только в стихотворениях 24 раза. Так как у меня тема бесед всегда называется «Во свете Библии» и «Открытым оком», то я хочу показать сразу. У нас на аналоге здесь лежит Библия. Вот посмотрите, пожалуйста, какая Библия. Это спецзаказ нам был сделан. Видите, в каком, так сказать, золотом переплете. Вот написано «Библия» и дальше в последней книге «Священное описание Ветхого и Нового Завета». Тут надо поближе просто показать. Я здесь прочитаю. «Перевод Библии на русский язык значит российским библейским обществом по высочайшему повелению государя-императора Александра I в 1816 году. Возобновлен по высочайшему соизволению государя-императора Александра I в 1858 году. Завершен и опубликован по благословению Святейшего Синода 1876 года. Здесь 77 книг, потому что это православная церковь. Православная никогда не издают в 66 книг, признавая священными книгами все, что входит в эти 77 книг, которые утверждены были на Вселенских поместных соборах. Это у нас аналог. Вот я немного скажу. Мы строим с нуля православную деревню. И у нас при въезде в деревню пять дорог заходят, и везде написано, а висит просто большая табличка, на территории деревни курить запрещается. Я не буду говорить то, что у меня на сайте, на форуме. Я показал, как это выглядит. Найдите. Если не забудете, то зарядите в Google Игнатий Лапкин, это я, и сайт. Или Игнатий Лапкин форум. И сразу выйдите на форум на сайт. На сайте вы найдете там справа 55 папок. Это тема, на которой я говорил. Вот что я здесь хотел бы сказать, особенно для детей. Там много у нас разных плакатов. Один плакат я нашел, как молодой мальчик желает курить. Он не понимает, что говорит. А с двух сторон демона толкает ему папиросы. И это выпустил в Министерство здравоохранения. Что это не просто порог, но это вражда против творения Божия. Говорить о том, сколько там вредных веществ находится, что на 20 лет сокращается жизнь, что умственные способности ослаблены, что они импотенты настоящие. Это все там на форуме сказано. Я хочу поговорить только о том, что говорит нам Святая Библия. Для тех, кто любит Слово Божие, это будет главный аргумент. Вот что я хочу прочитать. Кроме того, там на сайте вы увидите моя книга «К истинному православию». «К истинному православию». И там она книга 480 страниц, но она 265-я страница о табакокурении. Она книга там, на сайте. «К истинному православию». Кому она попадала в руки? Архиерея Московской Патриархии. Называют ее «Настольной книгой для священнослужителей». По ней диссертации защищают. Я 40 лет собирал материал. Помогали доставать это Московская Духовная Академия, профессора. Я по строчке набирал из святых отцов. Когда-то я начитывал, на сайте стоит моим голосом начитанный 12 томов Златоуста. 12 томов жития святых. Иоанн Хрештадский. Там все сказано. Враждебное, но у них бывает хорошее. Одно время сильно враждовали два человека, почти равные по возрасту. Это святой Иоанн Хрештадский и Лев Николаевич Толстой. У нас есть такое выражение в священном писании «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Так Иоанн Хрештадский Льва Толстого назвал «Львом, рыкающим в Ясной Поляне». Это действительно так. Как он развращал людей, отвращал их от Слова Божия, все искажал, можно сравнить только с Невзоровым нынче, Александром Глебовичем. Так вот, о табаке они оба говорят одинаково. Иоанн Хрештадский говорит «Уста курящего тире демонская кадильница». Вот когда священник кадит, там архиерей, это ладан, воскурение напоминает о нашей чистой молитве перед Богом, благоухание ее, яка жертва вечерняя, благоухание приятное. А когда человек закладывает себя в траву и дымит ею, он ходит демоном. А что, трава разве вредная? Не вредная. Василий Великий говорит так, «Всякое зелье полезно, но не белины же мы объели, чтобы белину есть, так и не обкуренное же мы, чтобы табак-то курить». Что Слово Божие говорит нам? Я говорю не к тому, чтобы не курили, долго жили, у меня цели такой нет. Моя задача показать, что человек представляет себя невиданную ценность. Он есть храм Божий, храм Божий, его Бог создал, за него отдал Сына Единородного, а дьявол он уничтожает. Почему? Да дьявол он не хозяин. Квартира что, крыша прохудилась, он сдвинул койку, плохо стало, ушел на другую квартиру, он не делал от одного, а хозяин латает. Так вот, хозяин это Бог. И Бог бережет человека. А дьяволу разве это наркотики, табак? Умер человек. Да он же не умер, скажет, а сдох. Перешел в другого. Тут надо смотреть глубже намного. Притча Соломона 24.11 «Спасай взятых на смерть и неужели откажешься от обреченных на убиение». Я отношу это к табакокурению. Я не курил никогда, но маленького у меня брат, когда мне было 5 лет ребенку, а он на 5 лет старше курить начал. И чтобы я не пожаловался матери с отцом, они с двоюродным братом меня повалили, нос зажали и папироску в рот сунули. Я закачивался, они сказали, все, больше не пожаловался, ты курил. И я верил, что я действительно курил. Хотя насильно нам могут и печать Антихриста поставить, но это не будет печать Антихриста. Тут, знаете, все вопросы и вопросы. Православные люди мало просвещенные, их надо учить и учить. Сегодня вроде начинают об этом заботиться. Особенно много говорит об этом хорошего Осипов, Алексей Ильич, отец Дмитрий Смирнов, Андрея Кураев. Надо уметь выбирать самое хорошее для себя. И поэтому вопросы они тоже говорили. 1 Коринфянам 3, 16-17. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят. А этот храм вы. Я начальник детского лагеря, основатель православного детского трудового лагеря, 40 лет, 40. Я работал в тюрьме с малолетними преступниками. То есть я знаю психологию детей не понаслышке, они легко подражают где-то. И моя задача не в том, что курить нельзя, а нельзя разорять храм Божий. А если он курить не будет, а в Бога не верит, какая разница, не куришь и не пьешь, и здоровеньким умрешь. Все равно ты в аду будешь. Вот разъезжает профессор, призывает к трезвому образу жизни, вы знаете его, Владимир Георгиевич. Но для чего это нужно, если это не для Бога? И все, что делайте, делайте во славу Божию. Нужно осознать, что ты сотворен Богом, что за тебя умер рожденный от призна Девы Марии Богородицы, Сын Божий. И он дал мне эту жизнь. И он с меня спросит, как я жил. А табакокур, он самоубийца. Евангелие от Марка 11,16. И не позволил, чтобы кто пронес храм какую-либо вещь. Даже через плотской еврейский храм, который должен быть разрушен, вещь нельзя проносить. А здесь в себя закладывает то, что вредит и убивает. У курящего табака все неправильно. И мозги работают неправильно, кишечник работает неправильно, он зловонный. Его пчелы жали, точно интересно, пчелы не любят табакуры. Пес отвращается, если держит собаку. Числа 18,10. Об этом же говорит Иуда 1,20. А вы возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Святейшим в Священном Писании называется не человек, а храм и вера. Все. То самое святейшее место. И святейшее место храм. А она еще говорит вы храм Божий. Это святейшее место, освященное благодатью Духа Святого, миропомазанием. Это тот, кто может быть причащается от тайн Христовых и вдруг в себя загоняет то, что является дьявольской кодильницей. Вот это детям надо сказать не для неверующих. Неверующим я должен говорить именно об этом. А не то, что не курите, детки, и вы будете хорошие, здоровые. Это ничего не дает. Он не будет одно курить, наркотики найдет, не будет здесь будет воровать, блудить. Главное, чтобы человек осознал ценность свою, что одна спасенная душа Христом, омытая кровью Его, дороже целого мира, полного золотом. И кто занимается детьми, какие воспитатели при школах, воскресные школы, они должны детей приводить ко Христу, а через Христа тогда к церкви. И к церкви, конечно, не к секте, не к ересе. Но я православный, поэтому я благовестую много. В прошлом году мы проехали 240 городов и сел. Мои книги находятся в библиотеке имени Ленина, исторической библиотеки, парламентской в Москве. 240. А нынче мы собираемся проехать по всей Европе, до Пордугалии, Англии, Скандинавии, Прибалтику. Везде оставляя книги, собирая людей, перед ними. Мы говорим о Христе. А если Христа человек принял, все эти пороки сразу отошли от него. Трудно отстать от матерка. Но тут обратился один человек, стал православным. Потом он стал иеромонахом, от которого Кришнеид голову отрезал Яков и Геннадий, Григорий отец. Он в моем доме обратился. И вот его спрашивают, когда он другим стал говорить, товарищам, он бывший комсомольский работник, что я стал верующим. Я другим. Он говорит, а как насчет матерков? А он сильно матерился. Я задумался, четыре месяца я верующий. Я и забыл даже об этом. И так человек, который верит во Христа, искренне, его не надо уговаривать, не надо ему там вместо папирос какие-то леденцы ложить, не надо какие-то противоникотинные уколы делать. Он верующий. Дух Святой наполняет его. Он просит со слезами прощения за прошлое и начинает жить другой жизнью. Второе, Макавейское. 5.15. Но не удовольствовавшись этим, он дерзнул войти в святейший на всей земле храм. Когда говорим и поем в лепоту, обличиеся, это означает, что Иисус Христос принял плоти от приз на Девы Марии и Духа Святого и стал Бога человеком. Иоанна 8.34.36. Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю, во всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Истинно свободны. Когда сегодня, вот я говорю, это 4 марта 2013 года. Это я как бы по заказу на эту тему говорю. В аудио у меня сказано, а видео действительно я посмотрел, нету, хотя о наших роликах уже без малого тысяча стоит. Вот. когда зайдете на наш форум, то увидите храм Христа Спасителя и с правой стороны там под чертой написано общий поиск. Мне вы зарядите только слово табак. Табак. У меня там курение грех и другое табакокурение. Там по 4 страницы, там материалу моря. Кримином 6.16.20. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь или рабы греха к смерти или послушания к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушаны тому образу учения, тому образу учения, которому предали себя, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. И когда вы были рабами греха, тогда свободны были от праведности. В детях нужно наслаждать целомудрие. Вот у меня в лагере порядок такой, что к девочке мальчик не имеет права рукой прикоснуться даже. Даже и мальчики к ним. Целомудрие это главное. Как святой Аполлос говорит, нет страшнее греха, как блуд. Если она курит стоит, меня уговорять не надо. Я знаю, что это уже не девушка, это порченая. Храните детей, берегите детей, положите все для детей. Андрей Кураев говорит, что если мы этого не поняли, через 50 лет будет московский халифат, а не московский патриархат. Почему отец Димитрий Смирнов говорит, что мусульмане ближе ко Христу, чем те, которые, так сказать, лжекрещеные. В них ни милосердия, ни понимания, ничего нет. Мы должны заботиться о новом поколении, отдать все, день и ночь учить. Ничего не жалеть. Не закармливать их, а чтобы они полюбили Христа. Задавали вопросы по Писанию. Первое Петра 5.3. Подавая пример стаду. А у нас прошло исследование в университете. На 300 крещеных только один знает, что ходит в храм. Это 0,3%. В одном из роликов с невзором я привожу данные, как эти исследования на 100 групп проводились 3 года. Матфея 18.6. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня? Тому лучше было бы, если бы повесили умернейший жернов на шею и потопили его во глубине морской. Ты куришь и даешь пример. Ты должен жерновым быть. Остановись на этом, курящий. Отойди, чтобы ребенок тебя не видел. Я был арестован не один раз за слово Божие. Сидел. И скажу, нет ничего страшнее, когда дышать там нечем. Заходишь, как черви в дыму. Матфея 12.33. Или признавайте дерево хорошим и плод его хорошим. Или признавайте дерево худым и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Так и верующий по жизни. 1 Иоанна 3.8.10. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равный и не любящий брата своего. Курящих священники не должны прищищать. Нельзя это. Златоуст говорит, лучше тело мое дам сам, чем недостойно прищищаешься тело Христово. А то, вели, с утра не курил. Какая разница? Слуга дьявола не курил. Отменить вот эту порочную практику, чтобы демонская кадильница не соприкасалась с Божьими дарами. 2 Петра 2.19. Обещает им свободу, будучи сами, рабы тлени, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ефесянам 2.2. В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления. Притча 5.22. Беззаконного уловляет собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится. Кринам 6.12. И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы нам повиноваться ему в похотях его. Я тороплюсь сказать, потому что меня ограничили 20 минутами. А тема громаднейшая. И прочитать обязательно, на каждом стихе останавливаться и его разъяснять. Это только конструкцию дают, как беседовать с детьми. Псалом 144. Да не уклонится сердце моё к словам лукавым для извинения дел греховных, вместе с людьми, делающими беззаконие. Да не кушу я от стластей, чтобы я не стал табакуром. У меня стихотворение несколько написано. Не одно, а в стихах написано 24 раза. Но одно стихотворение я хочу прочитать, оно немножко длинноватое. Это я написал, когда был в тюрьме и задыхался в камере с табакурами, особенно в КПЗ. Плывут космонавты нагрешной землею, всё в матовой, в матовой дымке клубится, над матами матов продымленный слой, в глуши в океанах и в блудной столице. Какие миазмы из тысячи ртов табачным изделием жгут своё горло. Прапрадед увидев, поклясться, подготов, гороночи к нам из болот понапёрло. И с пасти огнистый срываются искры, с собой сжигая леса и дома, табачной проказой болеют министры, их дым никотиновый сводит с ума. Рабочий, крестьянин, студент и профессор, солдаты, молотка с младенством, рыбак, пыхтят от Айсоцкой, их из лёгких компрессор, в других извергает сожжённый табак. И кто б не курил эту едкую травку, всегда измерзавец злой эгоист. Название не делаем вовсе поправку, трясёт их всех кашель и лёгочный свист. Едва после сна, иногда и на ложе, глаза не продрав, ищет ощупь и зелья. На змея Горыныча, очень похожий, по пьянке сгорает курящий в постели. Кадильница демона дышит, калечит, табак троеперстно влагает в закрутку, свернувши, двуперстно наберут эти свечи и тешит дьявола круглые сутки. Правительство знает, ЮНЕСКО вещает, что раковый бунт продолжает расти. Минздрав лицемерно сказал о печали. В том, хитрость, змеиная, дьявол, стиль, зловредному зелью не худшие земли, бумага, здоровье и души людей. Все ждут избавления от щуки и мели и волю в бессилии новых идей. Я тем говорю, кто по опыту знает, собой не хвалясь словословлю Христа. Над этим пороком победное знамя наш Бог даровал у подножья креста. Когда-то кощунек на смешку сказавший религия опиум или сивуха. Сегодня религия в дыме и в саже. Сказал бы от дыма закашивший сухо летят космонавты. А в матовой дымке земля спотыкается в горькой отраве. Им сонные грезы рисуют картинки. Им снятся у дома зеленые травы. Левит 15-31 Так предохраняйте сынов Израилех от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище моё, которое среди них. Я не добавил, что Лев Толстой здесь согласен с Иоаном Кронштадтским. Он говорил, я когда-то курил, а теперь не могу поверить, что эту мерзость держал в руках. Мерзость. Как женщина, носящая брюки, 22.5 Второзаконие говорит, перед Богом мерзость. Это люди, которые женщины в брюки залазят, курят, то это мерзатцы. Сохрани нас, Господи, помилуй. И дай нам силу быть верным тебе, сохранить этот храм, данный тобой, неповреждённым. Мы приближаемся к Великому посту. Как хорошо бы перед Богом измениться. Златоуст говорит, не радуйся, что половина поста прошла. Радуйся, если половина грехов убыла. Самая курящая нация в мире Россия сегодня. И это специально сделала брак, чтобы погубить русского человека. Сохрани нас, Господи, помилуй молитвами всех твоих святых. Аллилуйя. Аминь.